Начнем с того, что Центробанк вновь сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Такое решение Совет директоров Банка России принимает уже шестой раз подряд с сентября 2022 года. Отмечу, что инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятия остаются на повышенном уровне. Экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе Банка России. Это отражает активное восстановление внутреннего спроса. Экономика продолжает восстанавливаться к докризисным уровням. По данным апреля, деловая активность выросла во многих базовых секторах экономики. В обрабатывающей промышленности, строительстве, розничной торговле, а также в секторе услуг и общепития. Добавлю, что индикатор бизнес-климата, который рассчитывает Банк России на основе мониторинга предприятий, в мае скорректировался вниз, но остается вблизи десятилетних максимумов. Из Москвы в Санкт-Петербург туристический маршрут с таким названием планируют подготовить к концу года. Об этом на российском туристическом форуме в Москве рассказал председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев. Вместе с представителями из других регионов обсудили развитие проекта «Серебряное ожерелье России». Напомню, в нем принимают участие 11 субъектов, которые входят в состав Северо-Западного федерального округа. Отмечу, что на форуме есть стенд нашего города, где можно ознакомиться с актуальными туристическими направлениями Петербурга. Замечательные инструменты для того, чтобы нам можно было представить наш город, показать его красивые места. Также у нас с Москвой есть замечательный проект «Два города – миллион впечатлений», когда турист за одно путешествие может посетить два красивейших города нашей страны. На полях форума в Москве определят ключевые задачи по развитию туризма и плановые показатели нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Согласно плану, количество внутренних поездок по стране к 2030 году должно вырасти до 140 миллионов и фактически удвоить рабочие места в отрасли. 900 миллионов рублей готово потратить правительство Петербурга на новые уличные камеры в городе. Для этих целей городской мониторинговый центр сейчас ищет подрядчика. Речь идет о камерах с функцией распознавания автомобильных номеров. Все их интегрируют в систему под названием «Безопасный город». Отмечу, что победитель конкурса должен будет не только установить технику, но и обслуживать ее до конца 2025 года. Начальная цена аукциона – 150 миллионов рублей. Учитывая, что сегодня на улицах Петербурга работают 990 автоматических комплексов видеофиксации, после выполнения нового госзаказа их число вырастет до 1200 единиц. Теперь о том, что в Петербурге заработал новый вид ипотеки. Правда, пока это пилотный проект. Банки и строительные компании нашего города предложили жителям так называемую корпоративную ипотеку, которая поможет улучшить ситуацию на рынке недвижимости. Этот вид кредита на жилье предполагает оплату ежемесячного платежа организации и работодателям из своего бюджета. С точки зрения управления персоналом и чаром, наверное, это интересная идея – попробовать дополнительно создать условия для удержания и повышения привлекательности персонала, сотрудников, для того, чтобы они стремились оставаться на рабочих местах именно в этой компании, на долгий срок, предоставляя им некую корпоративную ипотеку. Работодатель может оплачивать до 3% по ежемесячной ставке, но если сотрудник решит уйти из компании, заемщик должен будет самостоятельно погасить ипотеку в полном объеме. И в заключение о валюте. По Центробанку курс на выходные следующий. Доллары стоят 82,64 рубля, евро 89,1 копейка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова